Чё? Подожди-ка, я тут держал, спал. Ну чё тут? Где, я не пойму, чё-то, включать чё-то надо. Я из... Алё? Ну, кто там? Так, вы возьмите. Вячеслав. Подожди. Я звоню... Я звоню из Чили, из Сантьяго. Алё? Да, откуда? Из Чили, Сантьяго. Чили, Сантьяго. Так, подожди, дорогой, сейчас я выключу. А у вас глазок-то есть? Ну, есть, конечно. А что сделано? Вот, Игнат. А вот сейчас, секунду. Я... А вот я вас вижу. Игнат Итихович, я вас вижу. Ну вот, сейчас... А вы меня видите? Нет, пока, вот открылась. А как вы нашли нас? Игнат Итихович, так я аж давно слежу за вашими, как бы, за вашим сайтом. Смотрю, читаю, как бы, интересуюсь. Это очень сильная информация изложена. Единственное, что сердце болит, что вы, как бы, бьетесь, как... Как Дон Кихот с витринными мельницами. То есть, ведь, вот я посмотрел последнее интервью по поводу Диакона Кураева. Великолепно все. Но ведь это правая рука, левые руки. То есть, это правая и левая рука. Одни создали эту ситуацию в церкви, а другие от этого же, из этой же структуры чекистской. С этой ситуацией борются, а страдает православие. То есть, чтобы дискредитировать церковь, для этого было наслаждено такое количество агентуры. Именно агентуры распределены. То есть, агентуры... Ну, практически, это вот педорастическое лобби. Это и есть чекистское присутствие внутри церкви. И другая часть чекистского лобби, это вот эти вот Диаконы Кураевы, которые вот построили вот этот церквь, когда одни борются с этой проблемой, которую они же сами и создали. Понимаете? То есть, с проблемой борются те, кто ее создал. Структура одна, только у этой структуры правая и левая рука. А страдает тело, то есть, страдает церковь, страдает тело Христовое. И поэтому здесь ситуация... Вот я смотрел просто, у меня уже все так долго обливается. Я начал искать, смотреть, как же, думаю, с вами поговорить, чтобы вот так вот в открытом эфире напрямую высказать, без скайпа. Я вам отправил на e-mail свое краткое такое вот описание истории своей жизни. Не знаю, вы прочитали, нет. Там фотографии я привел, маленькие события, которые вот чудесные были в моей жизни, в моей жизни. И, соответственно, я не знаю, если вы прочитали, то было бы очень, мне, как бы, важно услышать ваше мнение. Хорошо. Там, николаенков.gmail.com, мой e-mail. Николаенков.gmail.com. Я вам отправлял, значит, на ваш e-mail... А когда вы отправляли? А я отправлял два дня назад, три дня назад отправлял. И специально на ваш почтовый адрес... Вы еще раз пошлите, может быть, у меня прошло мимо, что-то я не вижу. И вы знаете, там информация изложена именно та, как сейчас технологии, какие технологии сейчас существуют, управление народом, именно православными людьми, понимаете? И плюс вы держите почтовый ящик на Лубянке. То есть e-mail.ru – это адрес, который полностью просматривается в ФСБ. И они, какую почту им не выгодно, они ее всю удаляют. То есть у вас ящик взломан, грубо говоря, и в нем другой хозяин. Хозяин – это спецслужбы в вашем почтовом ящике. Поэтому, естественно, вы многие письма просто не получаете. Поэтому лучше всего иметь почтовый ящик на нейтральной где-нибудь стране, будь в Австрии, где-нибудь в Германии, где угодно. То есть зарегистрировать почтовый ящик в любой другой стране, только не в России. А у вас почтовый ящик в России, поэтому, соответственно, спецслужбы России полностью просматривают почту и все неудобные, неугодные им письма удаляют, понимаете? Вот и все. А те письма, которые им выгодны, они наоборот их муссируют, понимаете? И получается, что вас спровоцировали на разговор по поводу проблемы с Кураевым. Но ведь Кураев сам по себе себя дискриментировал полностью. И ту проблему, которой он сейчас занимается, это проблема, чтобы себя реабилитировать. Потому что чекисты – это люди, которые планируют события на много лет вперед, понимаете? И они уже сейчас запланировали будущее снятия Патриарха, они запланировали сейчас уход Путина, причем не просто уход, он у него всех собак повесит, понимаете? Его судить будут. Они же сами судить будут. Те вот тот синедрион, который его держит, грубо говоря, как флаг, мотает тряпку эту над баней, понимаете? Они его потом судить будут сами, понимаете? А плюс к этому еще Горбачева присоединят, еще многих кого и так далее. То есть они-то сейчас готовят ремесанс СССР, они сейчас готовят вот именно то, чтобы опять продолжить все делать против русского народа, за счет русского народа и помимо русского народа. То есть они хотят опять возвратить, только уже не на размерах СССР, а в размерах РСССР, возродить СССР. То есть ретокультную аббревиатуру они готовятся опять возродить. То есть галем оживят, хотя хотят оживить. Там же колдуны, там же сплошные колдуны. Ситуация в церкви, она именно о том и говорит, что страной управляют колдуны. Не просто люди какие-то враги или там какие-то атылисты, а люди мистические, понимаете, мистические настроены против русского народа. Это Жириновский, это вот, посмотрите на Жириновского, и вот таких вот сто человек управляет Россией. А Путин, это фасад, это вот тот, грубо говоря, та витрина, которую они просто выставили, как мальчика для битья, на которого как громадот, на который, чтобы все стрелы на него летели. А реальный-то хозяин, он в тени стоит, понимаете? Реальный-то хозяин, это коллективный Жириновский. Вот кто реальный хозяин России? А поэтому в церкви такая ситуация, поэтому вот эти Кураевы, поэтому тысячи людей распленные, лучшие русские люди распленные. Ведь практически Россию сделали фабрикой по переработке русского народа в навоз. Фабрика по переработке русского народа в навоз. Вот что такое сделали они с Россией. И поэтому он вот талантливый, великолепный, у него и Господь и мозг ему дал, и все. Но он его применяет, не проблемит. Вот что такое Кураев. Это Кураев, это Райкин, церковный Райкин, в чистом виде. Соответственно, как Райкин, он себя и вел все время. А сейчас они планируют другие события, поэтому, соответственно, они сейчас все перестраивали. Они от них направлены уже окончательно в расход. А этого, значит, они планируют дальше продолжить, чтобы он дальше продолжал ход полную деятельность. Потому что они-то запланировали и снять, и Гундяя снять, и того, и сего, и все это разгрести, навоз этот разгрести. И типа начать все заново. Но начнут-то они заново все СССР. То есть они начнут вот то самое, от чего русский народ столько крови пролил, столько миллионов с мегами жизней. Тысячи людей не родились, миллионы, десятки, сотни миллионов детей не родились. То есть вот те дети, которые должны были родиться, сейчас вырасти, должны были противостоять вот этой будущей войне, которая вот сейчас у нас на носу висе, эти детям они не дали родить. Этим детям они не дали, грубо говоря, не зачаться, именно за счет экономического геноцида, за счет идеологического геноцида, за счет того, что вот эти все события с 90 до 100, значит, 2000-е, нулевые и так далее, все, что происходило, они не дали родиться целой простой общества, чтобы разорвать все поколения, чтобы вот эта селегеровская масса молодых, неопытных сосунков, этих желтых сторон, не понимая в чем дело, приняли на ура эти все буденки, эти все красные флаги, этот весь ясно в полном объеме, как они его сохранят, хоть, наверное, вот этот семидрён, понимаете? То есть они-то мистики, они-то сатанисты. Это ж коллективный дьявол, это коллективный сатана, это коллективный чикатило, коллективный серийный убийк. Поэтому, соответственно, у них и все дела такие, понимаете? Поэтому технологии, которые они к народу применяют, и химические, и биологические, когда специально народ заражает такими болезнями, которые делают его тупым, когда целые институты работают на то, чтобы управлять народом, как это все делать и так далее, там работают в основном, ведь Мерлз, работают-то в основном полукровки, армяне, евреи, значит, вот эта вся вот эта вот эта вот жириновская коллективная работа во всем этом. Поэтому они люто ненавидят, для них русские, это как синоним смерти. Поэтому либо они, либо русские. Они выбрали, грубо говоря, себя, естественно. Поэтому у нас приговорили к смерти. Мы народ, который должен умереть. Поколение, которое было 90-е, нулевые, 2000-е, это то поколение, которое они приговорили к смерти, чтобы следующее поколение уже абсолютно было, грубо говоря, оболваменное, такое вот роботизированное и так далее, которое абсолютно в голове ничего не имеет. И плюс применение специальных технологий, которых я и описал в том письме, которое я вам послал. Давайте я вам еще сейчас, прям сейчас, отправлю письмо в вложенный файл, где я кратко излагаю вот то, как они сейчас управляют страной. Почему мне и пришлось убежать, ведь я практически убежал из страны, потому что фактически они, ну, то есть если бы я еще месяц, два, три просидел бы в России, они бы меня просто убили бы и все, понимаете. Поэтому мне пришлось срочно эмигрировать в Чили, потому что безвизовый режим, вся Латинская Америка безвизовый режим, 91. И вот я уже шесть месяцев практически скитаюсь по Латинской Америке, то есть три месяца Аргентина безвизовый режим, а теперь я полтора месяца уже в Чили живу безвизовый режим, там и так далее, и так далее. Именно за счет того, что вот говорил правду Маска, встречался с людьми, с православными, с верующими и со старцами, именно с людьми ключевые, не просто так людям рассказывать. Просто так людям рассказывать, это значит, меня они давно бы убили, а рассказывал людям, которые ключевые, людям, которые сами могут потом другим рассказать. И получалось все тихо, аккуратно, прикрыто, поэтому я и смог 15 лет этим заниматься. А если бы я, грубо говоря, вот так действовал линейно, как они все действуют, люди, которые пытаются бороться с этой системой, уже давно в живых бы нет, просто они бы, они умеют это великолепно, они этому обучены, когда все было бы чисто, аккуратно, либо под бытовуху, либо под естественные какие-то причины. Но они умеют замаскировать, все преступления у них замаскированы так, что никак не подбережься. Поэтому давайте я вам сейчас отправлю. Игнатий Тихонович, великолепно, что вы этим занимаетесь, низкий вам поклон. Не знаю, все радуются, что есть такой человек в России. Единственное, что я вас прошу, будьте осторожны и не останавливайтесь продолжать нести Слово Божие. Это, вы знаете, то, что вы делаете, это не цены нет. Ну просто это бесценно, понимаете? Потому что 99% это теплохладная блевотина, которую я изблюю, понимаете? Вот она изблеванная теплохладная блевотина. А люди горячие, люди искренние, их всех практически поубивают. Ваша мудрость, которую Господь вам посылает для того, чтобы уметь лавировать, чтобы уметь не попасть под молот, между молотом и наколами не попасть. Это та тайна, о которой, ну я не должен это вам все говорить, но я обязан это сказать, чтобы вас каким-то образом поддержать. Хотя вы не должны это принимать в сердце, чтобы вас, грубо говоря, вот гордыня вас не раздует. Потому что очень такие люди талантливые, они очень легко ходят, они ходят по лезвию бритвы, по лезвию ножа. Им очень легко вас гордиться, очень легко пасть в гордыню, в прелесть. Повидность вообще очень легко. Потому что талантливым людям есть чем гордиться, грубо говоря. А между естественными проявлениями души и гордыней там очень тонкая грань, поэтому очень легко пасть. Но, с другой стороны, надо понимать, что ваша миссия, она очень важна. И интернет, конечно, помогает вам, помог вам прийти к тысячам, миллионам людей. Единственное, нельзя успокаиваться. Вот весна наступит, вам надо продолжать ездить по России, встречаться с народом и с ключевыми людьми встречаться. То есть людьми со старцами, с прозорицами, которых очень много. Во Пскове, в Центральной России, в Северной части России. Очень много людей, искренних верующих, которые тайно сидят и молятся, они с ночи им открыто, что чуть-чуть они высунутся, и с ними будет то, что было с отцом Николаем Гурьяновым. Когда его истирали, когда ему тот же метод применили правой и левой руки, сметая пряникой. Когда одна его прямой убивала, по сути, человек, который полжизни провел в Мазоне, охранял заключенных, женщин. А вторая, Граян, армянка, русская, но у него муж армян, и она чистая и специалистка, то есть офицер. Офицер ФСБ, КГБ. Это была типа как пряник. И они его между плутом и пряником применяли к технологии электромагнитной, или применяли магнитно-резонансное воздействие, когда они его буквально успекли, как в микроволновой печке, в этих человека, старца-позорицца, который миллионам людей помогли, тысячи людей исцелены, в будущем многим открыто было. Не для того, чтобы каким-то образом, а для того, чтобы понимать, что правда победит в России, чтобы у людей уныния не произошло. То есть он людям давал возможность вот этого маленького белого окна впереди, как в тоннеле белый свет, на который человек идет, знаешь, впереди все-таки, что ночь пройдет, день наступит. Вот что он людям говорит, что ночь, она не всегда. Что пройдет ночь, пройдет зима, наступит весна. Что не всегда будут крысы чекистские, жидочекистские, эта банда правит Россией. И что не всегда кровь будет русского народа лить. Великий кровь. Продолжает лить. Если раньше просто это делалось открыто, сейчас, поднимается, чрезвычайно лукава закрыта тайна, все замаскировано, так далее. Поэтому, вот сейчас я вам тогда отправлю, я очень прошу, прям прочитайте, потому что там вас касается практически очень много. Многие технологии применялись и к вам. И сейчас продолжаются они. Вот те, которые... Плюс, конечно, вы окружены людьми специально. Это однозначно. Они по-другому не работают. У них инструкции такие. Они знают, как все вот так спланировать, чтобы человек был как связан. Понимаете? Соответственно, непрерывные дискредитации, чтобы человек всех боялся и так далее, и так далее. То есть и осторожность нужна. Но это все... Грань должна быть определенная, потому что они знают, как спровоцировать человека на то дело. Они страны целые управляют таким образом. Они Америкой так управляют, они Германией так управляют. А отдельными людьми, для них это вообще проблем нет управлять. Как человека создать такие условия, чтобы он совершал поступки, им необходимо выгодно? Так если у них целые страны совершают, те поступки, которые им выгодно, так что говорить за отдельных людей? Так они-то... Так это целые... Там... Ну... А тут отдельный человек. Ему не посоветоваться местом, грубо говоря, никуда не чудо. Поэтому надо понимать, что это колдуны, надо понимать, что это сатанисты, надо понимать, что это люди, которыми Господь наказал русский народ. Мы переживаем время антихриста до антихриста. Только мы переживаем коллективную антихриста. А весь мир потом... Сейчас он наслаждается, сейчас он живет в довольствии, в достатке и так далее. Но придет время, весь мир будет переживать уже персонально антихриста. В то время, когда у нас будет православный царь. Потому что математически можно доказать будущего царя, православного, мир не устоит. Мир возможен только при разности потенциалов. Если разность потенциалов возможна, присутствует, то электрический ток существует. Если разности потенциалов нет, только нет. То есть даже и здесь, если нет разности потенциалов, нет истории, нет продолжения мировой истории. Пока есть добро и зло, пока есть разность потенциалов, мировая история продолжает. Как только мир полностью будет по власти убивать, история человечества остановится, насколько будет судить, живет и нет. Поэтому наличие, необходимое присутствие царя на определенном этапе развития человечества, русского, православного, истинного, который будет бояться и перепитать антихрист, оно абсолютно необходимо. Поэтому оно будет неотвратимо, так же, как восход солнца. И они это знают. И Север это знает. Поэтому, соответственно, отец Николай Гурьянов об этом и говорил, что Господь даст русскому народу вот того заступника, который наведет порядок в церкви в первую очередь, что практически от сегодняшней церкви, от иерархии вообще ничего не останется. Потому что людей специально отбирают, специально селекционируют, специально оскверняют самыми грязными, самыми немецкими грехами, чтобы они были управляемы, чтобы их благодать Божия, естественно, не коснулась, и чтобы они не изменились. Как тысячи были случаев, когда они людей вербовали, они начинали работать, благодать к его касалась, и он изменялся и становился им враг. Ихни сотрудник, офицер становился им враг. Потому что неизбежно попадал под влияние Духа Святого. Поэтому они это, зная, единственный у них вариант – это пропускать через пидорастик. Единственный вариант – пропустить через пидорастик эти люди, пропущенные через задницу. Они все тогда ими уже 100% надежны. Никто из них, никто не перешел на сторону Бога. Все остались на стороне чекистов. И ведь это явно. Поэтому у них это обязательное явление – через самые скверные, самые местные грехи пропускать. Которые, естественно, потом занимают пищевые места в церкви. И бороться с этим? Ну, это тут не бороться, тут учащать Господь будет. Огнем и мечом вычащать. Не изменять их, а именно вычащать. И это делать будет Господь премудро, чужими руками. Не русскими руками, а чужими. Потому что сколько звучит скверно. Это нас на века тогда весь мир пропишет, что мы звери, мы злодеи, мы убийцы, мы ангрозные, мы пятое, десятое. А Господь премудроствовал так, что он будет разбираться с этой проблемой чужими руками. То есть руками китайскими, руками других стран. Сюда подойдет Турция, со стороны Запада подойдет Европа объединенная. И вот это уже двумя бестят языков опять придет в Россию, чтобы навести порядок, чтобы нас отрезать от нас. Лечил от франкопоклонения, лечил нас Наполеон, от поклонения немецкой механики, немецкому, как говорится, орденгу, порядку. Поклонение порядку немецкому лечил нас Гитлер. А перед этим Кайзер. А сейчас нас будет лечить уже Китай. Лечить нас будет уже весь мир. Турция придет, чтобы очистить юг России от армянского ида. И, соответственно, Европа придет нас лечить от поклонения европейскому культуре и так далее. А китайцы придут просто навести порядок. В Сибири там творится такое, что я крестным ходом, но я описывал это все. Крестным ходом прошел до Владивостока и до Ростова. Искал место, где просто скрятаться, сбежать. Поэтому, конечно, это все будет уже. Вот это вот все это будет разворачиваться на наших глазах все эти события. И они скоротечны. Это все геометрическая прогрессия, ускорение времени. То есть, Господь, это все будет все быстрее, быстрее, быстрее. Потому что запас прочности уже иссяк. И они это знают, чекисты. Поэтому сейчас они готовят ренессанс СССР. Как некий возможность сохранить себя после вот этой вот войны, которая гребет. То есть, они все-таки надеются остаться под лицом власти или где-то хоть как-то сбоку припеку. Но сейчас они начнут национализм разбивать. Сейчас они начнут то, все, пятое, десятое. То есть, ну, все технологии их не они сейчас начнут применять. Понимаете? Поэтому нужно сейчас быть очень осторожным. Для чего? Чтобы они потом вас не использовали. Ведь они ваш авторитет будут пользоваться вашим авторитетом. И вот этот вариант с Кураевым, это великолепно. Вы правду в маску влезали, как говорится, в радового сердца, что ни одной запятой, ни правды не оставили. То есть, расчистили буквально в чистоту, что называют. Понимаете? Чаптона, это Чарли Чаплин. Понимаете? Но смысл-то не в этом. Смысл в том, что они попытаются использовать, чтобы людей, которые себя дискометтировали, как Кураев, их реабилитировали. Их обелить, чтобы потом опять дублированно использовать и так далее. У них ресурс человеческий не дисконечен. Те люди, которых они много раз использовали, они их сейчас отмолят и пусть их помолят. Понимаете? Третий сортный брак, как говорится, глушное использование, они для них великолепно дальше пойдут. Понимаете? И Кураев дальше пойдет, и они уже теперь его перелицуют. Такую правду в маску сейчас порочат, что у людей воз от радости будет дыбом стоять. Понимаете? Но это же их не человек, он-то их не дела будет делать. Понимаете? Он не правде Божией служить будет. Не Богу, не Истине, а им. То есть тем же самым, которые вот это все и в церкви, и вообще в государстве, и в стране, тем, которыми нас Бог наказал, наш народ. Вот он им-то и служит. Понимаете? Правды-то в нем нет. Истины-то в нем нет. Хотя, конечно, делает человек правильное, делает. Понимаете? Пытается только чистить. А что там чистить? Там чистить нечего, там сок удалять надо. Это как раковый опухоль. У меня там все мекостазы не полностью прописаны. И Господь это сделает чужими руками. Опять же повторяю. А тут как раз заставит Господь людей молиться. Потому что сейчас они создают идеальные условия. Сейчас начнут людей кормить пятое, десятое, там, заплаты, деньги и так далее. Но перед тем, чтобы вот потом всех добрить, в том числе женщин. Женщин даже в первую очередь. Надо сдать автомат и отправить на мясо. Но это тоже премудрость Божия. Потому что это заставит людей молиться. Увпринно молиться, сильно молиться, кричать Богу, Господи, помоги. Весь народ будет кричать, Господи. А перед этим, конечно, они подкормят людей. А потом голос сделают, чтобы всех построить, чтобы всех заставить в троем ходить. То есть все эти события, они вот, вот они. Они практически, мы в преддверии вот этой вот развесшейся черной тучи, которая сейчас подошла уже к предъему России, которая грохочет с теми молниями. И старцы, и духовные отцы, они это видят, духовными отчаяниями. Потому что молятся день и ночь, Господь многим отрывает. И мне хотелось бы, чтобы вы таких людей увидели, чтобы вы с такими людьми познакомились. И я уверен, Господь вам их всех откроет, этих людей. Если они за вас будут молиться, вы за них. Да плюс обмен молитвы, да плюс обмен мнениями. Просто разговор, обычный живой разговор, где вы увидите силу Духа Святого, где вы увидите, что человек в их стене все открыт. Не просто про вас, или там про что-то, а про вообще все, что в мире есть, понимаете? Такие люди есть, но они боятся, они понимают, что у них сразу судьба будет никого в реакции. Поэтому они все, они все под судом, они все либо в юродстве, либо в каком-то чего-то, они все замаскированы. Потому что Господь премудро умудряет, как сделать так, чтобы в чеки-то не пообивали. Игнатий Тихонович, ну вы меня простите, я сейчас, я на заправке. То есть здесь вот интернет бесплатный, я на заправке. Поэтому я сейчас вам отправлю, еще раз продублирую, отправлю письмо. Значит, вот, не письмо, а вот свое краткое описание, где я излагаю технологии, которые используют люди. И, соответственно, вот, люди вокруг, поэтому я много не могу сейчас говорить, я уже и так много что сказал. И простите меня еще раз, и молитесь обо мне, если можно. И, как бы, закругляюсь тогда, аминь, простите меня. Вы еще раз, спокойно, назовите имя, свою фамилию, и город, откуда вы звоните? Я звоню из Сантьяго, это Чили, это Латинская Америка. Зовут меня Вячеслав, и фамилия моя Николай Янков. То есть, Николай Янков Вячеслав Михайлович, я у вас там зарегистрирован на сайте, вот, на вашем сайте, я там зарегистрирован. Не на сайте, наверное, на форуме. А, на форуме, да, на форуме, да, на форуме. И, соответственно, как бы, вот, все это, радуются, что такой человек, как вы есть, а, в другой стороны, скорбит, что иногда, вот, вижу, что вас используют, понимаете. То есть, используют враги русского народа, враги церкви, и, соответственно, естественно, враги русского народа. Люди, которые хотят смерти русскому народу, люди, которые хотят могильщики русского народа, Убийцы коллективные чикатило, то есть коллективные серийные убийцы. Люди, на которых кровь в миллионах жизней, понимаете? Экономическая кровь, политическая кровь и прямая физическая кровь, когда они убивают лучших из лучших. Выявляют и убивают, понимаете? Если человек не управляет. Если человек управляем, либо лоялен, либо обладает определенной самооцензией, альфемитика коллектива. Вот такие люди, все равно они окружены агентурой, все равно их пытаются дисквизировать, либо как-то замазывать, либо как-то чему-то, чтобы они где-то были в тени, не видели и так далее, понимаете? Геннадий Тихенович, давайте я вам сейчас отправлю письмо. Я еще сейчас несколько слов вам скажу. У меня направление очень простое из двух слов состоит. Христос и Библия. Все остальное будет только так, как назначит Господь. А это лично касается меня. Я вот уверовал 51 год назад, и этим путем свидетельства Господь ведет меня. Я свидетельствую людям о пришествии Христа, о Его любви, о том, что Христос сотворил этот мир для славы своей, и для того, чтобы люди познали Его, приняли, как своего спасителя. Я из этих храмов не выхожу. Мне остальное, даже не пятое и не пятьсот пятое, а никакое. Вот говорили вы о воцарении, что о Николае Гурьянове, что можно знать, я про них прочитал. Меня это совершенно не интересует. Я вот один раз выслушал, ну, потому что вы хотели этого, так позвонили. Больше никакого слова мне про это можете не говорить. Я молюсь, я доверяюсь Господу. Для меня эпиграф, это Псалом 118, 164 стих. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Вы запишите себе Псалом Давида 118, 164 стих. Вот в этом я живу. Я свидетельствую людям о Христе. Мы проходим дом за домом, село за селом, город за городом. Людям дать Евангелие, чтобы они познали. А кто такой Путин? Будет он тут или не будет? Меня это не касается. Я молюсь за него, за весь мир. Господь так повелел, не за царя, а за царей и начальствующих. Я молюсь. И я знаю, что будет только так, как Богу угодно. И наши попытки своими руками поправить наклонившийся ковщег достойны только смерти. Вы много знаете. Но из того, что вы сказали, если посмотреть в словах, допустим, 10 тысяч слов. Христу не посвящено ни одно слово. У меня другой путь. Я вас не осуждать, не хочу ничего. На эту тему я прошу больше времени, даже на меня не тратьте. У меня совершенно другой путь. 51 год назад, сознательно, в 23 года после армии, я встретил Христа. Я покаялся. Я обратился. И началась новая жизнь. Вы считали, если в мою биографию, то видите, что Господь дал мне идти бескомпромиссно. У меня за плечами за Христа пять тюрем. И они ничего не сделали. Вы говорите, они вас используют. Они меня не могут использовать. Вы заблуждаетесь глубоко. Они никак меня не могут использовать. Я им свидетельствую о Боге. А обратился и стал священником человек, который даже и слышать не хотел. Следователь. Второй следователь принял крещение троекратным погружением. Начальник тюрьмы со мной беседовал, умер по-христиански. У меня другой путь. Вы назвали виновные там евреи, то другое. Эта нация избрана для чего-то. Но она не знает сегодня. Но в конце мира обратиться в послание к римлянам. Апостол Павел говорит. Это да. И у меня вот приехал еврей. Еврея привезли ко мне. Наум Израилевич. Чистопородный еврей. Уже через два часа он стал православным. Сейчас православный священник. С евреями надо бороться. И с мусульманами надо бороться. Но как? Любовью. Я поясню. Я пояснить хочу. Он стал священником православным. Ни на какие компромиссы он не идет. Он людям объясняет, что такое протокол эсиомских мудрецов, если коснется. Евреи. Разве это не чудо? Это Бог делает только. У меня самого было наблюдение. Но дело не было в том, что структуры, которые истязают русский народ, полностью наполнены жеремом. В общем, ребята, ребята, в том, что коллективы и русские правят России понимают. Вячеслав, пожалуйста. Только русских это объясняет. Вячеслав, я попрошу больше к этим разговорам не возвращайтесь. Если у вас будет желание говорить о спасении во Христе, я вам сказал, главное, Христос и Библию. Я вам тогда в Мейл.ру назначу время, когда выходите на меня самостоятельно, больше не выходите. У меня другой распорядок. У меня сейчас несколько минут для сна, и ночью мне нужно молиться. Вы меня подняли с постели. А, простите. Да, с постели, когда у меня распорядок другой. Мы всегда встаем в 4.40. В 4.40. У нас молитвенный труд. Вот вы имеете это в виду. И поэтому, да нет, ничего, один раз вы не знали, больше не звоните без моего разрешения. Но я благодарю вас, что вы вышли на меня, послушали. Вы на нашем форуме. Вячеслав, написано латинскими буквами. Я вижу вас. Нет, 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 нет. Обычными русскими, Николай, Вячеслав. Ну, может быть. Там у меня несколько человек. Записан-то не один, не два, больше ты. Говорят, не два, не три. Просто по-русски я записан. Да. Вот если у вас будут какие вопросы, вы заходите на наш сайт. Сайт не форум, а сайт. И там я отвечаю на 4124 вопроса. Я скачал. Я скачал все ваши книги, какие вы написали. Я все скачал. Вот. Вот в этом вопросе, если я могу вам быть полезным, чтобы познать Бога, написано «Хвалящийся хвалить, что знает меня, говорит Господь», тут мы можем быть полезны. А вот эти, что тема вы говорили, я один раз выслушал, больше мне даже не напоминайте. У меня другой путь. Я знаю, что из воды вылез овен, дальше вылез козел, и он его пободает. И нельзя изменить порядок этот. Где Александру Невскому, где Наполеону, где Гитлеру, где Сталину. У Бога эта режиссура, так выскажемся, разнаряжена. Я могу только молиться. Написано «Молитесь за старей». И поэтому я буду узнать, сейчас будут там имеются проклятые евреи, жиды, масоны. Они там думают, используют. Им нельзя меня использовать. Это невозможно. Потому что написано «Тот, кто в вас, Дух Святой, он больше того, кто в мире». Они ничего не могут сделать. Я им свидетельствовал о Боге в тюрьмах. Меня мучила психиатрия 26 лет. Это не два года. 26 лет. И куда бы я ни поступал, меня вышвырнут. Но они ничего не могли со мной сделать. Меня использовать никому не удастся. И никогда этого не было. Ни одной минуты. Потому что я живу в Боге. Во Христе. А это недоступная сфера. Я буду все знать. Я очень много занимался этими вопросами. О чем вы говорите? Теме сионских протоколов я посвятил 14 лет. Я лично беседовал с Василием Дмитриевичем. С Дмитрием Дудко. С Александром Менем. То есть у меня, вы говорите, были знатные люди. Я беседовал с людьми этими. И скажу, все нуждаются во Христе. Ну это да. Я не тоже знаком с этими людьми. Но дело в том, что потом я рассмотревшись на все, я просто закрылся. Я сидел дома, молился, читал. То есть я сам прошел через... Так у вас вопросы ко мне есть? Вопросы? Все, спаси Господи. Вопросы, если есть какой-то, задайте вопрос. Если вопросов нет, я вас благодарю, и мы на этом расстаемся. Да, больше попрошу не звонить, пока не договоримся по Майл.ру. Потому что для меня этот разговор совершенно как бы и не бывший. Я ничего из этого не принимаю. Я христианин православный. Я среди сектантов работаю. Из них сколько пришло, стали православными батюшками. Их никто не использует. А что русский народ, геноцид, каждый год по миллиону, сами виноваты. Нас никто не уничтожает, мы сами себя уничтожаем. И еще. Если мы хотим быть благословенными, вот вы. Первый вопрос надо понять. Благословение никогда не проклинает евреев. Проклинающий брак. Я сейчас говорю. Благословляющий будет благословлен. Это я вам говорю, это Аврааму сказано. И второе благословение, им заканчивается последнее. Платите десятину Божию. Платите. Написано, проклятием вы прокляты, что вы обкрадуете меня, не платите десятину. Это Малахия, вторая и третья глава. Если мы это знаем, все остальные благословения во Христе Иисусе, благодать на благодать. Ибо Он, Иисус, Иегова, Бог, отдал за нас Иисуса Христа, Сына Своего, Который пролил за нас причистую кровь на кресте. И я принял Его как Спасителя, и я в Нем живу. И то, что политически вот эти нюансы, Путин уйдет куда-то, меня абсолютно это не касается. Совершенно. Я слышу, знаю это. Я очень много занимался политикой. Со мной беседовали вплоть до министра и эти разные секретари, горкомов, крайкомов, КГБ. Меня нельзя никуда сдвинуть. У меня очень простые стержень. Это Христос. Для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Я пришел в сознательном возрасте. Мне было что оставить. Мне Бог очень многое дал. И я посчитал это за ничто. Что для меня было преимуществом. Ради Христа посчел счетою. Да и все посчитаю за ссор. Ради познания моего Господа Иисуса Христа. Вот в этом направлении я работаю и могу, если быть полезен для вас, я не отрекаюсь. Все остальные разговоры мимо меня больше даже не напоминайте. Меня это не касается. Может, кому-то они и нужны, разговоры, но не мне. Мне 74 года уже. Я думаю о том, как я встречу моего Господа. Что я Ему покажу? Что у меня сегодня было? Какой мой труд перед Богом? Я должен прийти с верой, с делами. Если этого нет, ничто не поможет. Вера без дел мертва. И поэтому каждое слово Иисус взвешивает. У меня каждое слово должно быть о моем Господе. О моем любимом Христе. Я для Него живу. Я знаю красоту православия. И знаю, что оно сегодня почти мертвое. Я что могу, то и делаю. Брат у меня протеерей. 35 лет стажу. Вот вы знаете, что мы там православную деревню строим. Я начальник-организатор детского лагеря. 41 год. Без помощи государства. Тысячи детей подняты. Илья Владимирович, если у меня Господь сподобит, то я, может быть, чем-то вам и помогу. Может быть, даже финансово. Кто знает. Господь может... Если желаете, желайте. Я вам вышлю свои реквизиты. Да вы их на форуме найдете. Когда спрашивают про книги, я людям говорю. Так что мы от помощи не отказываемся. Мы сейчас открываем визу на Шенгенскую зону. Нынче. И на Англию. Мы начнем, думаем, пройти через Украину, Грецию, до Португалии. Пройти всю Скандинавию, всю Англию и Прибалтику. А в прошлом году мы прошли 6 мусульманских республик, 15 государств. И за два года мы прошли, прошли за два года 360 городов и сел. И везде мы дарим Евангелие. Везде я выступаю. Наша задача – Христос. Для меня жизнь – это Христос. А смерть – приобретение. Спасибо, Господи. Я хотел бы также тоже говорить, как вы сказали, но чаще. Просто я то же самое говорил, но реже. Вы говорите очень часто, что жизнь Христоса – смерть – приобретение. Игнатий Тихонович, ну не буду у вас отрывать время. Помоги вам, Господи, в молитвах ваших, трудах, подвижнических. То, что вы задумали пройти через Украину – это великое дело. И Европа тоже вас ждет, я уверен. Вы знаете, мне кажется, центральная Россия, Псковщина, Сибирь, Приморье, вот там, конечно, тоже… Мы оттуда пришли, мы дошли до находки Владивостока. Все города прошли. По районам, центральные все районы, которые есть, допустим, в Алтае 63 района, в каждом районе мы были. В каждой библиотеке я дарю мои книги. Вот за два года только мы подарили на 7 миллионов 150 тысяч. А у меня самая минимальная пенсия – 5500 рублей. Да разделите на 50, что получится, сколько евро я получаю. Бог научил меня жить в скудости и в изобилии. Это Бог мне дал. И поэтому, если у вас будут вопросы о Христе, о спасении, тогда мы договоримся, когда я разрешу вам выйти на меня. Это примерно как вот вы вышли на два часа раньше. На два часа раньше. Только по разрешению. Вы пока смотрите, если вам понравятся наши видеоролики. Мы это все снимаем, это все выставлено будет. Пусть, чтобы вас не смущало. Ну вот, вы видите, подойди, Володя. Вот Володя снимает. Вы видели, что он все время здесь стоит. Снимает. Добрый вечер. Ну и все, прощаемся. Я желаю вам блага и спасения духовного во Христе Иисусе Господе нашим. Слава Иисусу Христу во веки веков. Храни вас Господь. До свидания. Вы кричите. До свидания. Видишь, какой Сантьяго. Чиби. Много что там было. Я знаю, что было. Что туда делали эти. Но меня это не касается. У меня совершенно другой путь. Да благословит его Господь. Я время много, конечно, прослушал. Но я не хотел его прерывать. Потому что первая беседа. И она последняя. Дальше я скажу. Я уже предупреждал. Ко мне не надо. Тем более, если люди начинают показывать на евреев. Он у меня уже вызывает настороженность. Я вижу, что он Библию не знает. Такой человек. И я должен подсказать. Я ему сказал. Не в евреях дело. Не в Китае. Дело в нас. Вот в чем дело-то. Да благословит его Господь. Храни Господь. Так, что тут на меня вышли. До свидания. Давай я все скачаю.